Все у компании Global Intellect Service 10 юбилейная церемония партнер года Вячеслав Ушедин! Спасибо, спасибо, ребята, спасибо за этот теплый прием, спасибо, спасибо большое. Позвольте мне тоже сказать им огромное спасибо, выразить большую благодарность всем тем, кто приехали сегодня, я пользуюсь возможностью, хочу вас поблагодарить, то, что вы с нами, то, что вы здесь, я знаю, что большое количество людей через разные стримы, через онлайн смотрят эту номинацию наше мероприятие, но вот очень важно, что вы здесь, вот те люди, которые приехали, потому что я знаю, что были сложности, во многих регионах засыпало, я знаю, что там Сахалин еле откопался и прилетел, большие умнички, Якутия, ребята, что у нас Вьетнам, кто у нас еще из дальних регионов, И еще кто-то из центра Москвы еще приехал, добрался, тоже молодец. Огромное вам спасибо, и это на самом деле дорогого стоит, то, что мы можем все собраться, и вот в мире сейчас онлайна нам очень важно оффлайн делать вот этот обмен энергии. Хорошо, у нас итоги года, ну, само по себе, да, название, мы подводим итоги, в этот раз мы подводим итоги 2023 года, и все, что до меня выступали, администрация, ребята рассказывали про итоги именно продукта. Я бы хотел с вами поговорить про итоги партнерской программы, то есть мое выступление будет как раз-таки про партнерскую программу. И, но перед этим хочу еще раз, как вам вообще вот это обновление про Telegram-бот? Супер. У нас уже на саппорт идут запросы, уже идут заявки, и я понимаю, что это очень такая горячая тема сейчас, потому что действительно те предприниматели, которым, может быть, не нужно был валет, не нужно было мобильное приложение, они очень легко подключаются к Telegram, да, Telegram-боту. И, как мы уже говорили, да, это во многих эфирах, до итогов, мы идем вот в нашей стратегии сделать так, чтобы покрытие, то есть UDS был номер один в нише лояльности, чтобы человеку не нужно больше пользователей, не нужно было ничего скачивать, не нужно было нигде ничего регистрироваться, у него висит UDS, этого достаточно. А предприниматели тоже думают о лояльности, не нужно ни о чем думать, ни о каких сервисах, потому что есть UDS, который покрывает вообще все абсолютно вопросы. И вот в этой стратегии как раз-таки я считаю, вот мое мнение, что это очень большой шаг вот сейчас, еще один канал мы добавили, омниканальность, и я думаю, что это принесет очень хорошие результаты. Окей. Так, поехали. Итоги года. Что касаемо партнерской программы. Давайте подведем итоги 2023 года. Первый показатель, на который я обычно смотрю, это количество новых партнеров. Нам важно, чтобы к нам в сообщество приходили новые люди, это новые идеи, новая энергия, скажем так, свежая кровь, то есть это те люди, которые продолжают дальше двигать компанию, потому что каждый новый человек что-то приносит свое. И количество новых партнеров по сравнению с 2022 годом, это количество новых партнеров у нас выросло, это плюс 12 процентов. Если мы возьмем 2022 год, сколько у нас было новых партнеров? 23-й, рост плюс 12 процентов. Это может быть не такой большой рост, но для компании, которая работает уже 10 лет, мы с вами будем отмечать, и мы не в самом начале, то есть это когда ты переживаешь бурный рост, это стабильное развитие, стабильная такая динамика, это очень хороший показатель. Но более, наверное, для меня важный показатель следующий. Для любого предпринимателя, мы тоже об этом постоянно говорим, что есть один из самых ключевых показателей в бизнесе, это количество постоянных клиентов, то есть центральный файл, то есть те люди, которые к тебе ходят постоянно, и большое внимание нужно уделять именно сюда, то есть количество постоянных клиентов. В нашем случае партнер, для нас партнер, это тоже как клиент, мы скажем внутренний клиент, потому что компания сама, как производитель, мы работаем на клиента внешнего, который к нам приходит, и клиента внутреннего, то есть у нас внутренние клиенты, это как раз-таки наши партнеры. И мы заинтересованы в том, чтобы создавать благоприятную среду для партнеров, и сделать так, чтобы партнеров было больше, именно постоянных партнеров. В нашем случае постоянный, это активный, то есть партнер, который активно работает, у него, скажем так, активная подписка, или оплаченная абонентская плата. Для нас это активный клиент, который может заниматься продвижением продукта, может получать вознаграждение, все абсолютно, и так далее. И вот в этом году у нас был очень хороший прирост. Значит, если взять январь 23-го, то это было чуть больше 2000 партнеров, то январь 24-го это чуть больше 3000 партнеров, то есть получается рост практически в 50%. То есть, скажем так, количество клиентов, для нас это постоянных клиентов, активных партнеров увеличилось почти на 50%. Это тоже очень крутой показатель. И это говорит о том, что партнеру комфортно. То есть человек приходит, он остается, ему интересно, он работает, он видит перспективу и так далее. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. То есть, когда у тебя количество постоянных клиентов, в нашем случае количество активных партнеров начинает падать, то есть мы следим за этим и пытаемся всеми способами на этот показатель влиять. И наша задача в следующем году, вот в этом 24-м году, еще прирасти в этом показателе. Сделать так, чтобы у нас было еще больше активных клиентов. Так, идем дальше. Что у нас еще было замечательного в этом году в плане партнерской программы? Это обновление пика карьеры. Это тоже очень важный момент, когда компания работает уже долго. Мы с вами уже нам еще раз 10 лет будем в этом году отмечать. Это 10-я церемония, в которой мы сейчас с вами находимся. И несмотря на то, что компания работает уже долго, но тем не менее мы продолжаем обновлять пики карьеры. То есть, если до этого у нас был пик карьеры, это статус гранд-премьер, то в этом году у нас появился новый статус, это роял-премьер. Роял-премьер, да, знаете, Наташа и Ваня Сорохина. Получается, чтобы иметь гранд-премьера, нужно с одной стороны премьера, то есть с двух сторон премьера. Роял-это три, и у нас есть в карьере еще один уровень, который называется империал-премьер. Из старых презентаций можно посмотреть. Значит, это пять премьеров в двух командах. И здесь, то есть слева и справа по пять примеров. Вот это самая высокая ступень, которая еще пока не открыта в нашей карьерной лестнице. Но я думаю, что мы этот вопрос скоро исправим. Так, мы с вами начинаем первый. Да, и вот еще надо сказать, что у нас есть много новых статусов в этом году, тоже и прорывы в статусах. И в целом в 23-й год в плане партнерской программы был очень хороший, очень насыщенный и очень эффективный. Идем дальше. Мы с вами начинаем первый спринт 24-го года. У нас с вами начнется 4-го февраля в нашу неделю, то есть финансовая неделя, в 12 по Москве, в воскресенье. Мы с вами начинаем новый спринт с 4-го февраля, и закончится он 4-го августа. Это тоже будет воскресенье. Мы планируем отмечать день рождения в этом году, 3-го, 4-го августа. Да, пока предварительно такие цифры, поэтому спринт тоже до 4-го августа. Удобно, ровно 6 месяцев мы с вами будем работать в этом спринте. И что у нас в этом спринте нового? Во-первых, у нас новая офисная программа. То есть с 1-го февраля у нас начинает работать новая офисная программа. Это тоже очень важный момент. Я сейчас объясню. Офисная программа – это программа, по которой компания субсидирует содержание офисов в регионах. И у нас есть регионы, то есть партнер открывает офисы, и компания субсидирует содержание этих офисов. Офисная программа. И это очень важный момент, потому что в любом случае мы с вами работаем с людьми, и очень важен вот этот контакт, оффлайн-контакт, и очень важно иметь такую, знаете, точку, то есть место сбора, когда мы можем где-то вместе собраться, провести обучение или просто пообщаться, поговорить с потенциальными клиентами или партнерами. Это очень важно. И офисы в регионах должны быть, и их должно быть все больше и больше, потому что они действительно влияют на конверсию, ну и дальше потом на продажи, на количество клиентов и партнеров. Самое главное – на их эмоциональный комфорт. Я знаю, что мой опыт работы в партнерских программах, он это постоянно подтверждает. И у нас офисная программа, она у нас работает уже давно, мы практически, вот когда компания начала работать, мы офисную программу утвердили, и вот она у нас за эти 9 лет практически не менялась, практически вообще не менялась, то есть с теми условиями. И понятно, что одно дело, когда компания только начинает работу, значит, идет такое, ну, идет быстрое масштабирование, и другое дело, когда компания уже стабильно, уже, ну, там, как бы, скажем так, начинает занимать рынок, это другие тоже, другая задача. И у нашей офисной программы было два основных вопроса. Мы по поводу офисной программы, наверное, ну, последние два года точно у нас обсуждение по поводу нее, то есть уже года два, то есть вот это понимание, что нужно что-то изменять, вот наконец-то мы это сделали. Было два момента основных, которые нужно было сделать. Первое – это постараться отвязаться от партнерских денег, то есть от партнерского товарооборота, потому что партнерская офисная программа была завязана на нем, потому что условия были в начале еще бизнеса продуманы. Первое. Второе – это увеличить бюджет офисной программы, и понятно. И эти две задачи, как раз-таки они перед нами стояли, мы их закрывали. То есть сейчас новая офисная программа, она будет перевязана больше на количество новых клиентов, на клиентские деньги, то есть чем больше в регионе денег, тем больше идет субсидий, тем больше идет туда средств на поддержку офиса. И второе – это то, что мы увеличили, смогли увеличить бюджет. По самым скромным подсчетам бюджет офисной программы увеличивается где-то в три с половиной раза. Эта цифра будет больше. Почему? Потому что растет количество клиентов, ну и понятно, что растет количество и партнеров тоже, и растет бюджет офисной программы. Дальше, что важно тоже в этом спринте. У нас есть бонус масштабирования. Вообще у нас в бизнесе есть один очень важный навык, который, я думаю, что который закрывает практически все задачи в бизнесе. Статусы, чеки и так далее. Это навык приглашения в первую линию, то есть навык приглашения новых партнеров. И мы с вами уже год работаем с этим бонусом, мы работаем с этим акцентом. Мы говорим, что нам важно, чтобы каждый партнер умел в месяц, чтобы у него в команде появлялось два новых партнера. То есть если у партнера будет появляться два новых партнера, это нормальный, хороший ритм, с которым можно работать. И вот этот навык, если ты его нарабатываешь, этот навык будет приносить тебе очень-очень хорошие результаты. Очень большие результаты на самом деле. И эта эффективность, она, скажем так, то есть чем больше вы этот навык оттачиваете, тем больше результатов. И я всегда говорил и на эфирах, и на выступлениях, на мероприятиях наших, что мы будем делать акцент на этот навык. Что нам важно, мы никуда не торопимся. И нам важно этот навык сделать так, чтобы каждый партнер в этом навыке разобрался, чтобы он этот навык для себя взял, и этот навык потом превратился в мастерство. Не просто в технику, а уже во внутреннее состояние. То есть вот с этим навыком жить. Два партнера ежемесячно, два партнера ежемесячно. То есть это задача, которую должен закрывать в идеале каждый партнер. И мы говорили, что мы будем фокусироваться на этом. Поэтому у нас есть бонус масштабирования. То есть мы говорим, что тот партнер, который сделает этот, вот этот навык отточит, то есть тот партнер, у которого будет в месяц два новых партнера, мы заплатим еще бонус. То есть мы еще заплатим вознаграждение. И нам важно, чтобы не просто это было, то есть месяц сделал, месяц не сделал и так далее. Нам важно, чтобы каждый месяц это было. Поэтому у нас есть промо. Внимание, у нас есть промо на этот спринт. Оно заключается в следующем. То есть мы хотим еще более усилить вот этот навык. Два партнера в месяц. Значит, те партнеры, которые в этом спринте заберут, то есть сделают шесть вот этих бонусов масштабирования. Шесть бонусов. То есть у нас шесть месяцев. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Значит, шесть месяцев. Те партнеры, которые в течение этого спринта шесть раз будут закроют этот бонус, причем неважно на каком аккаунте. Мы понимаем, что у партнеров есть один, два, три аккаунта. То есть кому-то удобно работать с трех аккаунтов. Есть аккаунты, например, их родственников. То есть это нормально. Не имеет значения. Мы можем посчитать несколько аккаунтов. Это нормальная история. Так вот, вы можете работать как вам удобно. Если в течение этого спринта шесть бонусов масштабирования, то мы в конце этого спринта вот ту сумму, которую вы получили в виде бонуса, мы ее удвоим. Причем весь бонус, потому что бонус у нас состоит тогда, когда получает человек личное вознаграждение, получает его куратор 20%, и 30% входят вышестоящим куратором. То есть всю сумму бонуса мы удвоим. То же самое мы сделаем и в этом спринте. У нас на сцену выходили ребята. Лиля, Никифор и Инна. Мы посчитали, сколько вы получили денег с этого бонуса. И сегодня вечером или завтра утром, я не знаю, но завтра в течение дня мы выплатим вам еще дополнительно столько же, сколько вы получили. Поэтому зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы еще раз сфокусировать ваше, попытаться сфокусировать ваше внимание на этом навыке. Мы понимаем, что есть очень много задач у партнера, значит, и они, ну то есть разные задачи. Но есть один навык, который нужно прокачать нам точно, ребята. И вот эти успехи, результаты партнерской программы в 23-м, ну вы видите, новые статусы, больше партнеров, больше чеки и так далее. Вот эти все результаты, я думаю, что тоже один из факторов, это как раз-таки фокус на бонус масштабирования. Мы работали с этим бонусом два спринта, то есть весь 23-й год. Мы с вами начали, если вы помните, ровно год назад, как раз-таки на прошлых итогах мы его представили, начали работать, и вот год проработали. И видно, что все больше и больше людей этот бонус делают, забирают, и это не может не радовать. Поэтому мы думаем, что надо еще усилить, надо еще больше вашего внимания. Поэтому сфокусируйтесь, пожалуйста, здесь, потому что вы получите дополнительные деньги в течение этого спринта, и в конце, когда мы будем отмечать день рождения компании, в конце этого спринта, в августе мы еще x2, то есть эту сумму еще раз выплатим тем, кто 6 раз это сделал. Мы не будем смотреть, что это каждый месяц, нам нужно просто 6 раз. В идеале каждый месяц, но мы будем просто подводить табличку тех, кто сделали 6 раз. Получается, что сейчас мы начали февраль, у нас сегодня 3 февраля, еще целый месяц для того, чтобы этот бонус забрать. Месяц закончился, начался март, мы тоже опять снова фокусируемся на то, чтобы это сделать. Хорошо, идем дальше. И я хотел бы еще сегодня здесь поговорить, ну сказать несколько слов вообще в принципе о партнерстве с компанией. Вот сейчас передо мной был Максим Максимов, который, да, вот, и он сказал, что партнерство – это как такая долгограющая история. И я к чему? Партнерство, то есть та же самая идея, я хотел бы ее как бы развить. Партнерство с компанией Global Intellect Service – это нужно рассматривать как актив. То есть это как актив, который есть у человека, и он с этим активом, то есть история долгоиграющая. То есть у нас есть, например, партнеры, которые пришли к нам в бизнес в 15-м, в 16-м, в 17-м году. Они работали, и потом разные какие-то жизненные обстоятельства бывают, и по разным причинам личным человеком вынужден сделать паузу, например, в бизнесе. И ничего страшного. Сейчас мы видим, что у нас есть большое количество партнеров, которые когда-то к нам пришли, потом сделали паузу, они, например, возвращаются, они говорят, слушайте, все это время мы смотрели за компанией, то есть мы там ничем не сделали паузу, то есть мы не участвовали в жизни компании. Мы видим, как компания развивается, мы видим, что появляются новые возможности в продукте, новые возможности зарабатывания денег. И они спокойно возвращаются и продолжают работать. То есть это говорит о том, что партнерство с компанией, вот это наличие личного кабинета, наличие вот этого ID в партнерской программе, нужно рассматривать как актив, как инструмент. Это стабильный, надежный инструмент. Это стабильный, надежный актив. И когда у нас вот это была викторина, перед итогами, когда вы присылали вопросы, и администрация отвечала, и вот мне там пришел вопрос, будет ли в компании новые продукты, и будут ли в компании новые способы заработка. И однозначно да. Однозначно да. У нас будут в компании новые инструменты, у нас будут в компании новые продукты, и у нас будут новые способы заработка. Например, человек, если человек, например, сейчас пришел в партнерство к нам, вот особенно те, кто сегодня первый раз, вы пришли в партнерство, вы можете там работать, через некоторое какое-то время вы можете сделать паузу. Пройдет, не знаю, лет 5-10, мы будем отмечать 20-летие компании. Можно снова вернуться и увидеть, что у компании, например, уже есть несколько продуктов, в компании есть какие-то новые возможности в создании дохода. Потому что если посмотреть, например, UDS, мы его запустили в 2015 году, и тогда была одна возможность зарабатывать деньги, только продажа его. Потом буквально там прошло немного времени, мы дали возможность сдавать его в аренду. То есть это новый вид дохода, это сдача в аренду, лицензии. Потом прошло какое-то время, появилась у нас реклама, это новый вид дохода, то есть это новая возможность зарабатывать деньги. И хочу сказать то, что по поводу новых продуктов. Вообще Global Intellect Service – это IT-компания. И изначально наша миссия, она заключалась в том, что мы хотим создавать IT-продукты, IT-инструменты для улучшения жизни, для людей. И мы это делаем и будем делать. У нас есть большой ресурс, у нас есть большая экспертиза, мы смотрим, что на рынке происходит. И понятно, что было бы глупо не использовать этот ресурс. И вот прямо сейчас в недрах компании мы занимаемся разработкой двух новых продуктов. То есть один продукт мы уже каким-то образом показывали, по-моему, за прошлым летом, он касается инвестиций, торговли и так далее. Это продукт, который продолжает развиваться, мы продолжаем его совершенствовать. То есть ничего не остановилось, все только улучшается, улучшается, улучшается. И, возможно, наступит время, когда мы точно поймем, что этот классный продукт нужен людям, и мы дадим его на рынок. Есть еще один продукт, над которым сейчас работаем, и тоже, возможно, пройдет какое-то время, и мы его выпустим. То есть это говорит о том, что, еще раз я возвращаю, партнерство с компанией – это очень такой хороший актив, вы должны об этом говорить людям, когда они приходят. Надежная компания, стабильная, которая сегодня делает крутой продукт. Мы уже, в принципе, всем все доказали, всем все уже показали, все понятно. То есть это актив. Сюда можно приходить, это как, знаете, такой островок стабильности в этом бушующем мире. И что бы ни происходило в твоей жизни, ты всегда можешь вернуться к этому бизнесу и продолжать его. И, возможно, вернуться на новых условиях, вернуться к новым каким-то продуктам и к новым возможностям. И в финале хочу сказать, что вот все эти 10 лет и вот все результаты, которые мы создали на сегодняшний день, это все благодаря партнерам, все благодаря людям, благодаря вам. И мы это делаем для вас. И нам важно, когда вам это нравится, когда вы получаете удовольствие, нам нравится, когда вы зарабатываете, когда вы меняете свою жизнь. Это самое главное для нас на самом деле. То есть что мы делаем? То есть где вот истинная мотивация? Потому что когда ты занимаешься одним и тем же 10 лет, ты начинаешь задавать себе такие вопросы. А в чем вот истинная мотивация? То есть что двигает? Это уже не деньги, это уже не какое-то признание и так далее. Есть что-то внутри, что заставляет тебя каждое утро вставать. Есть что-то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты это видишь. И мы поняли в компании, что мы это делаем для вас, для партнеров, для людей, потому что нам это важно. Когда сегодня администрация выступала, мы очень живо реагируем на вашу реакцию. Ребята спикера, они спрашивают, как эта история заходит людям, поможет ли это мне действительно. И в нашей работе приоритет это вот партнер. И о чем это еще? Это про то, что когда мы работаем в партнерской программе, это немножко другая система работы, другая система продаж. Это не вот эта вот вертикальная модель бизнеса. Это горизонтальная модель бизнеса, как бирюзовая компания. И это немножко другой подход к бизнесу. То есть в нашей работе мы стремимся к тому, чтобы не стать корпорацией. То есть чтобы не было излишней бюрократии, чтобы не было излишней автоматизации, автоматизации. Почему? Потому что человеку нужен человек. То есть когда ты работаешь с людьми, важно, чтобы на том конце был другой человек, который может тебе ответить. Важно, чтобы у тебя была возможность дотянуться до администрации. Чтобы у тебя была возможность решить быстро какой-то вопрос. Мы это понимаем. Это очень важно. И мы стараемся быть открытыми. Потому что, ну то есть знаете, это как больше уже дружба большая. Большой бизнес, но это больше такая большая дружба. И вот это, наверное, самый важный момент вот в этой 10-летней истории. И мы дальше будем продолжать быть вот этой крафтовой компанией, которая старается быть ближе к партнерам, ближе к другим людям. Потому что, как показывает практика, это не то, что создает большие результаты, а это дает смысл, которым ты наполняешься и который тебя двигает дальше. Спасибо. Вячеслав, я прошу вас далеко не уходить. Давайте еще раз громко поаплодируем все у компании Global Sleks Service. Вячеслав Ушенин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok